Так, значит, тут такая у нас трудность. Давайте побьемся здесь, на этой карте, на тактической, и посмотрим, что мы можем противоставить повстанцам Восточной Римской Империи. Надеюсь, конечно же, что мы победим, потому что там вроде бы сброд такой сбродный. У нас есть довольно-таки достаточно кавалерии, и это как бы радует, и это позволяет надеяться, что все будет нормально. Да, ну так вот, что происходило с вандалами во II и III веках? Они постепенно теснили, скажем так, римские земли, в частности, выстеснили римлян из Дакии. После того, как вандалы осели в Дакии, они начали между собой междоусобные войны, в частности, продолжали дальше за Дунай, набеги на римские земли. Потом у нас идет событие такое, как римский император Аврелиан. Он сражается с этими варварами, разбивает их, разрешает им вернуться с миром. Кстати, в это время как раз берет 2000 всадников на службу римскую. Однако, ясное дело, что на варваров надеяться в этом не стоило. То есть, это была определенная ошибка, хотя эта ошибка, понятно, была обусловлена таким сложным положением в Римской империи. Тем не менее, варвары, то есть, фандалы предоставили в заложники своих детей, также римлянам. Отсюда как раз у нас и исходит упоминание о том, одно из упоминаний о том, что у варваров была демократия. Демократия военная именно, демократия. То есть, не стоит это путать с обыкновенной какой-то либеральной демократией. Нет, военная демократия это совсем другое. То есть, право сильнейшего, то есть, право воинов решать исход судьбы своего такого семидебея, пускай даже и кочевого государства. То есть, у них нету разницы между царями, получается, и другими знатными, богатыми модалами. То есть, все как бы решают вместе, совместно все это дело. Потом еще одна стычка была, то есть, на этот раз с императором Пробом. Вышло так, что закончилось практически в какой-то мере ничьей. Разрешил Проб поселиться даже вандалам на своей территории. И как раз это поспособствовало дальнейшим войнам с Готами и Тайфалами, другими племенами. И вот эти вот такие многочисленные события, они привели к тому, что вандалы на долгое время увязли в этих битвах. Так, на поле боя у нас пока что царит какой-то такой неопределенный статус-кво, который постепенно склоняется в нашу сторону. Мы, видите, развели нашу кавалерию для того, чтобы напасть с тыла. Так, а куда вы вообще убегаете? Я что-то не могу понять, там вроде бы уже даже отряда нет у вражеского. Возвращайтесь, ребята, а то наша пехота так не сдержит натиск. Крестьяне, ну сейчас крестьянам и конец придет. Да, даже не пришлось, вы смотрите, даже не пришлось нападать, они сами отступили. Ну, повстанцы, что тут сделаешь? О, как раз удар вовремя, да. Все, а нет, смотрите, они еще контратаку предпринимают своим командиром. Решили клином врезаться, но мы остановили, как-то зацепорились они со своим клином. Ну-ну-ну, нет-нет-нет, друзья, нет-нет-нет, поворачиваемся. Давайте бейте сарманские кавалерии отсюда. А вы, генералы, с этой стороны зажмите их. И все. И, пожалуй, бой закончен, мне так кажется. Нашу пользу, да, есть один, ну и второй не за горами. Но еще сейчас пехоту подгоним ветеранов наших, и все произойдет так, как нужно. Нет, это держится, смотрите, вспомогательные всадники, легкая конница. Нет, это имперская придворная охрана. Да, я ошибся, вы смотрите. Ошибся. Серьезные же войска они себя отхватили. Так, не сдаются, вы смотрите, один сдается, но им некуда уже просто бежать. Ладно. В любом случае мы победили, и, в общем-то, на этом можно и завершить. Что по вандалам еще? В общем-то, вот столкновение с готами, весь четвертый век фактически у них проходил столкновение с готами. Во второй половине же они, готы, совсем оборзели. Почему? Потому что уже их начали теснить гуны, самих готов гуны. И как раз готы вытеснили из Греции фраги всех вандалов. Вандалам пришлось двигаться, понятно, на запад, дальше на запад. Вторглись вандалы в пятом веке в Галлию. В Галлии задержались на определенное время. Там были франки в то время, и, в общем-то, у них была междуособная такая война. И, в общем-то, вандалы даже проиграли в этой войне. Франки оказались сильнее, они уничтожили 20 тысяч вандалов вместе с их королем. И вот это была такая серьезная потеря с их стороны. Поэтому вандалам пришлось задуматься над немного другими территориями. Да, героическая победа. Было бы над кем тут побеждать. Но мы выиграли. Еще стоит упомянуть один важный момент. Это то, что римляне использовали всегда эти многочисленные племена варваров. И в своих не только внешне приграничных конфликтах, то есть старались их строить друг с другом, но использовали во внутренних конфликтах. Под закат империи очень многие императорские роды, знатные роды, они использовали варваров или на своей стороне, вплоть до того, что предавали им какие-то земли римской империи, или передавали им даже во владение ради того, чтобы установить свое владычество в империи, будь то западной или восточной. Такая вот печальная статистика. Но, очевидно, она тоже поспособствовала краху римской империи. Однако, вот такая была себя тягомотина. То есть, они сами по себе эгоистично стремились действовать в таком русле. Это очень плохо, несомненно, и это сказывалось на дальнейшей судьбе всей империи, но тем не менее были полнейшими эгоистами. Никто не заботился о империи, каждый заботился о благополучии своих отпрысков. Тебя и своих отпрысков. Такой вот эгоцентризм. Чем-то напоминает, да, наши времена. Никому не важен был государственный успех. Карфагенский собор. Церковный собор в Карфагене расширил догматы христианской церкви. После долгих споров и иерархии постановили, что молящиеся за усопшего могут быть уверены, что их молитвы были слышны небесами. Кроме того, в общем, это остальное нас не интересует, но, конечно, интересно. Вот решили они иерархи церкви, что если вы молитесь, значит вас услышат. Смешно, да? Но, тем не менее, люди верующие. У них всегда так. Все без логики. Отцы церкви решили, значит так и будет. Ну что ж, что тут уж поделаешь. Так, 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 так. Так, здесь, наверное, я думаю, надо предусмотреть тот момент, когда мы увидим войска и что-то построить такое замеряющее, чтобы успокоились. Граждане, граждане Августы, Августы Треверорума. Дворец проконсула. Уже даже можем мы здесь построить. Что произошло с фандалами дальше? В общем, пока это все строится, переобучается. Идем дальше. Константинополь, это хорошо. Это все супер, безусловно. То, что мы как гордус распоряжение получили, это тоже отлично. Но вандалы, вандалы. Нас интересуют вандалы. Теперь же уже наступил пятый век. Это 409 год. И фактически в это время вандалы перешли в Испанию. То есть следующий этап это Испания. Там в Испании они, собственно говоря, воспользовались той текущей ситуацией, которая произошла. А это как раз разделение империи на западную и византийскую. Или восточную империю. В 410 году, когда происходили основные вот эти вот события, завивания, начали происходить со стороны вандалов. Что это был за год? Это был страшный такой год, потому что одноименно фактически империя была разорвана между шестью различными правителями. Это, например, был такой человек, как Константин. Не путайте с Константином Великим. Это был наместник фактически Британии, который решил поработать с другими территориями империи и отхватить их себе. Это, само собой, Галлия. Это та же самая Испания. Ну и дальше плоть у него, конечно, амбиции были дарима. Однако были другие ребята. Был, например, в Феодосии на востоке был. Был Гонорий на западе. Был Максим на севере Испании. То есть в Испании фактически. И был также ставленник годского вождя, Алариха. Как раз в 410 году. Такая вот сумасшедшая просто была. Слабость Римской империи. Разорванной в клочья. И эта слабость казалась на том, как могли противостоять нашествия варваров в Испании. Непосредственно сами имперские гарнизоны. Ну и, само собой, все эти гарнизоны тех заинтересованных лиц. Это Константина конкретно и Максима. А могли они противостоять слабо. Поэтому они прорвались в Испанию. Знаете, с чем связаны сложности прорыва в Испанию? Это переней. Пересечь переней не так легко. Тем более, там часто находились гарнизоны, которые могли с легкостью сопротивляться врагу. Но из-за вот такого ослабления Римской империи удалось фандалам это сделать. Они достигли этого результата. Кстати, готы подхватили. Смотрите, нам было бы неплохо, чтобы языков поселения именно готы захватили. Между прочим, с одной стороны, я же прекрасно знаю, что если я сейчас это поселение, гребанное, завоюю языков, то гуны заново восстановят все свои силы. Однако, тут ведь трудность еще в чем заключается? В том, что мне интересно попробовать, так это произойдет или нет. И уж если мы так относимся, да, сохраним игру. Если мы уже относимся... А, да, перезаписан. Ну, то перезапишем, какая разница, блин. Если мы сохраним игру и попытаем счастье, то просто-напросто, что мы увидим? Интересно. Так. Меня больше всего волнует знать. У нас тоже полно, конечно, благородных римлян, которые готовы сопротивляться, защищаться. Вы же прекрасно понимаете, что в этих уже годах римляне это частично и варвары. То есть бывшие варвары это уже римляне. И Римская империя, она распространяет, по сути, свое владычество в основном таким культурным способом. И этот культурный способ нравится очень многим народам на Земле. Потому что он действительно соответствует канонам, так сказать, цивилизованности. Все равно от человека тянет прогресс. Если его не тянет прогрессу, то значит, что от животного ничем не отличается. Мне кажется, так. Понятно, что тут возникает вопрос, что понимать под словом прогресс. Прогресс. Некоторые понимают под прогрессом какие-то, как, например, в России духовные скрепы. Но мне кажется, это не прогресс, это мракобесие. Самое натуральное. Все эти духовные скрепы, весь этот бред, который в последнее время там творится. Но это не та территория, на которую стоит нам заходить, конечно же, сейчас. Поэтому давайте пока разберемся с местными варварами. А местные варвары тут... Да, я же забыл, что у них стреляющих дофига. Местные варвары тоже могут нам... Сюрприз преподнести. Надеюсь, не такой сильный. Надеюсь, мы все-таки сможем их преодолеть. Хотя бы на поле боя, потому что так-то мы их не преодолеем однозначно. Я знаю, что автоматом оно выдаст нам поражение с этими проклятыми вождями варварскими, читерскими, самыми натуральными. Что произошло позже? В чем была проблема вандалов в Испании? В Испании-то они закрепились. Там были еще, кстати, разделения у вандалов на нескольких... На несколькие подплемена. Почему я так ускорил? Ну, смысл. Ну, я не знаю. С этой кучкой жалких оборванцев биться мне смысл еще и читерских. А что вы делаете вообще? У вас же тоже вроде бы были... Вот то, о чем я говорю. Когда я захожу на карту боя биться, начинает тупить очень сильно союзник и начинает заниматься подобным бредом. Так что лучше союзника не брать. Но я взял его для гарантии захвата. В принципе, войск я не жалею. Мне главное разобраться с этим поселением. И посмотреть, самое интересное, возникнет ли орда или нет. Уж проверить на себе. Так, ну, конных стрелков мы, да, быстро съели. Это все фигня. А вот эти вот, ребята, когда у нас появятся... ...полководцы. Тут уж вандалам в Испании, кстати, не повезло. В Испании их опять нагнали готы. Опять они вторглись в Испанию. И было очень серьезное сражение. К сожалению, к сожалению, к сожалению, вышло так, что вандалы... Ну, для вандалов, к сожалению. Конечно же, для готов, к счастью. Что интересно, во имя Рима, они разгромили вандалов. Готы во имя Рима, замечу, разгромили вандалов. Фактически уничтожили одно из их маленьких подплемен. Ну, часть вандалов полностью истребили, уничтожили. А затем спокойно себе... ...передвинулись в Галлию дальше. Следующая битва уже произошла в 422 году. В этом году вандалам удалось разгромить римскую армию, которая уже была чисто римской. То есть, не готы уже пришли, а римляне пришли. И хотя в ней состояли готы-федераты, тем не менее, им это удалось. Здесь армия, само собой, была меньшей численностью, но тем не менее, преобладающее количество вандалов все-таки в этот раз сыграло на руку этим самым вандалам. Тут уже необходимо заметить, что у вандалов начали появляться короли. То есть, раньше были как основные вожди, которые помогали руководить. Что это вот происходит? Ну, вот смотрите, что это происходит реально. Мы теряем солдаты одного за другим. Обыкновенный военачальник. Он спокойно себе гунски истребляет нас. Тоже одного за другим. 41 как был, так 41 и остался. Вот то, за что я не люблю эту диспропорцию. Реально. И есть на что жаловаться, согласитесь. Но сам виноват. Надо было в моды какие-то играть, которые исправляют весь этот бред. И эти короли у вандалов, они, между прочим, стали питать определенные амбиции по созданию своего государства. К сожалению, в Испании сделать это бы не получилось, потому что была постоянная угроза вторжения готов. Также были маленькие другие племена. Ну и плюс римляне всегда пытались что-то сделать с Испанией. Забрать ее обратно себе. Поэтому, и еще по некоторым предполагаемым причинам, вандалы отправились в Африку. В Африке они оказались в середине 5 века. И фактически у них удалось создать свое самое натуральное королевство. Почему они туда еще переправились? 80 тысяч, между прочим, воинов туда переправились. 80 тысяч человек, вернее. Не воинов, а человек. Ну, со всем этим. С пожитками, со своими там семьями, со своими обозами. Ну и так далее, и тому подобное. Ну, как очевые племена. Еще было такое предположение, что вандалы отправились туда по приглашению... По-первых, комита Африки, ну то есть наместника Африки Бонифация, который захотел узурпировать власть, отколоться от империи. Ну и взамен этого предлагал вандалам 2 третьих территорий африканских провинций империи. И также есть предположение, что пригласил туда император Восточной Римской империи для того, чтобы надавить на Западную Римскую империю. В общем-то, неважно, как это произошло, тем не менее, факт остается фактом. В 429 году они пересекли Гибралтар, и все эти 80 человек, ну то есть тогда был пеший путь по Гибралтару, то есть был гораздо более узкий перешейк этот. Блин, ну это уже вообще бред происходит, вы смотрите, поубивали моих полководцев. Даже нужно было вообще не начинать это... Мне просто интересно, это чистый эксперимент, можно сказать. Я уже тут играюсь, потому что, ну, сами понимаете, что как-то что-то по-другому рассказать. Ну реально, вы представляете, если один военачальник держал все наше войско, то что могут сделать вот такое множество военачальников? Можно было и не начинать вообще эту битву, потому что она однозначно, очевидно бы, обернулась не в нашу пользу. Плюс еще союзник, союзник, что вытворял, вы смотрите, с обоих сторон, с разных сторон он облегает войсками, что специально больше наших союзнических войск уничтожили. Короче, это вообще какая-то бредятина. Ну все, эксперимент закончился неудачно, я понял. Но читерские вот эти вот нападки компьютера я не воспринимаю, я просто-напросто перезагружусь сохранением. Не пошли бы, вы знаете, куда, со своим балансом дебильным. Да, действительно, как говорят некоторые, при таких читерских раскладах стоит использовать только осадное орудие. Хотя, конечно, с исторической и военной точки зрения это бред, уничтожать осадными орудиями на поле боя вражеских военачальников. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вы смотрите, что происходит, и вот то, о чем я говорил. Вся наша орава, многочисленная, многократно превосходящая врага, не смогла ничего поделать. Что же, что же. Да, и бегут, войска бегут, тупо все войска бегут. Ну, конечно, мои начальники все уже сбежали, поэтому и войска бегут. Ладно, обратимся к вандалам, сейчас мы перезагрузимся всю эту ерунду. Короче, да, я понимаю эти эксперименты. Ну, я надеюсь, вы уж извините, мне просто было любопытно, как это произойдет. Просто интересно, ради эксперимента, все же для меня, после хорошего баланса стейнлестила, этот баланс уже мало что значит. То есть, тут больше, можно сказать, мы так историческим фактором занимаемся. Жаль, вот мне предлагают Сиректум, например, Рома Сиректум 2. Жаль, к сожалению, очень мне жаль, что многие отзывы, это то, что там ужасно долго длятся битвы. Это то есть, надо сразу их на ускорение включать на максимальное и только так играть. Но еще и на этом ускорении это будет долго биться. Нет, это не по мне, я не могу терпеть, когда долго длятся битвы. Вы уж извините, я не настолько задрот. Да, мы перезагружаемся, как я и говорил. Я не настолько задрот, поэтому не воспринимаю просто-напросто вообще. Ну, такую длительность битв. То есть, это опять же... Может быть, я преувеличу. Я в него не играл, честно скажу. Но прошу вас тогда сказать, сколько в среднем длятся битвы. Чтобы я знал, что если увеличить три раза, то мы будем улаживаться в какое-то определенное время. И что есть смысл вообще играть. Продолжение следует...